Украинская армия расходует артиллерийские снаряды быстрее, чем западные союзники успевают их производить и доставлять на фронт. Эксперты говорят о дефиците боеприпасов, причем с обеих сторон. Теперь министры иностранных дел Евросоюза договорились об отправке одного миллиона снарядов для украинской армии в ближайшие 12 месяцев. Украинский военный эксперт Роман Цветан считает, что этого миллиона снарядов должно хватить на три месяца наступательных действий ВСУ. В сутки украинская армия использует 5000 снарядов, это в оборонительном режиме, а для наступления надо больше 10 тысяч, то есть примерно больше 300 тысяч снарядов в месяц, а это значит миллион снарядов будет использован в наступлении за три месяца, потому миллион снарядов это как раз трехмесячный запас снарядов для выполнения наступательных действий, а это выполнение одного наступления, то есть одного этапа наступления с освобождением Крыма. В Брюсселе министры иностранных дел ЕС договорились предоставить Киеву миллион снарядов калибра 155 миллиметров. Они используются в западных видах артиллерии, которые союзники передают Украине. Однако некоторым странам придется буквально опустошить свои склады, ведь Европа не готовилась к войне. В последние 20 лет, после окончания Холодной войны, мы, европейцы, сокращали нашу военную мощь. Факт в том, что мы сократили наши военные расходы вдвое. И согласно нашим данным, расходы на производство боеприпасов были сокращены в 4 раза. А теперь, внезапно, нам надо увеличивать их из-за радикально изменившейся обстановки. По словам немецкого министра обороны, боеприпасы будут закуплены как в рамках национальных программ, так и в рамках единого европейского заказа. ЕС потратит на это 2 миллиарда евро. Наша первоочередная цель, и она имеет абсолютный приоритет, отправить значительное количество боеприпасов в Украину до конца года. Украинский эксперт Цветан говорит, что артиллерия играет ключевую роль в противостоянии, в котором ни Россия, ни Украина не могут на полную мощь использовать авиацию. Дело в том, что 90% поражения в такого рода войн, когда не используется авиация, у нас нет авиации для того, чтобы использовать ее. А россияне не могут свою авиацию использовать, так как у нас очень сильная уже мощная система противовоздушной обороны, мы просто не даем им ее использовать. И неиспользование авиации вывело на первый уровень как раз использование артиллерии. То есть вернуло обратно богам войны, так называемым, их пьедестал. Тема дефицита снарядов в украинской армии настолько важна, что о ней говорил канцлер Германии Шольц во время выступления в Бундестаге на прошлой неделе. Еще пару лет назад европейцам казалось, что масштабная наземная война в Европе настолько маловероятна, что снаряды больше не нужны. Теперь же в ЕС обсуждают схему централизованной закупки снарядов, аналогичную закупкам вакцины от коронавируса. Субтитры создавал DimaTorzok